здравствуйте друзья здравствуйте я тут шла по библиотеке и мне в руки попалась карта и на этой карте россия да наша страна а вокруг вы конечно не удивляетесь почему это вокруг столько белого цвета вместо этого белого цвета должны быть страны наши соседи а также моря океаны но все это мы решили что немножко лишнее да и оставили только нашу страну нашу россию а в кружочках вы посмотрите друзья это разные народы которые нашей стране проживают ну и кого тут только нету я если начну читать всех жителей нашей большой страны я до вечера буду их перечислять и вы представляете что в каждом народе у каждого народа свои сказки до народные и мы с моими коллегами в библиотеке решили вам эти сказки сегодня рассказывать да да я прям сейчас начну с русской народной сказки которая называется верле ока и которую интересно будет послушать наверное самым маленьким зрителям но и вы старшие ребята пожалуйста не отказывайте себе в этом удовольствие следом за мной мои коллеги будут рассказывать сказки других народов и некоторые будут достаточно сложные некоторые будут простыми но все будут невероятно интересными готовы ли вы со мной послушать русскую народную сказку которая называется верле ока ну она немножко страшная ничего не будете переживать и расстраиваться давайте мы тогда скажем волшебные слова и эта сказка начнется стоит в поле теремок повторяйте за мной из трубы идет дымок на дверях висит замок ты замочек отвори сказку в гости позови верле ока идет верле ока по горам идет верле ока по долам только лес шумит только хворост трещит идет верле ока ростом высокий усы дворшина на голове щетина нос то у него крючком борода то у него клочком сам злой при злой всем грозит бедой на костыльку свой опирается сам грозно ухмыляется идет верле ока мимо болото а на болоте селезень синий хвост ученых гнезд сидит и удивляется как так как так а верле ока ему говорит тихо сиди видишь верле ока идет а селезень то опять удивляются как так как так ох тут верле ока как его за синий хвост хвать ох так хвост селезня в руках у верле оке остался сел селезень на пень колоду стал горько плакать стал звонко рыдать а верле оке хоть бы что дальше пошел идет злой при злой всем грозит бедой идет дальше смотрит а на дороге веревочка валяется ну верле ока подскочил и говорит ну не валяйся на дороге а ну не попадайся мне под ноги схватил веревочку и стал ее вертеть крутить слышно не попадайся мне бросил ее и пошел дальше идет верле ока злой при злой всем грозит бедой а на дороге клатушка лежит никого не трогает никому не мешает а верле ока на нее налетел и давай ее пинать и давай костылем подавать вылет чего ты ты валяешься чего это ты ко мне задираешься ох еле-еле от него клатушка у бурьян упал зла идет верле ока дальше злой при злой всем грозит бедой смотрит дуб растет желудями полный подскочил к нему верле ока и давай его трясти как соломинку тряс 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 ох желуди все с дуба то и рассыпались а верле ока давай их топтать давай их в грязь загонять все раз затоптал все изломал желуди только один желудь от него в канавке спрятался идет верле ока по горам идет верле ока по долам а тут поре поле гороховое а на гороховом поле аленка внучка сидит с хворостинкой воробушков отгоняет крыш крыш воробушки полетайте прочь от дедова гороха и смотрит аленка верле ока идет ростом высокий усы дворшина на голове щетина но с крючком борода клочком идет ухмыляется сам грозно на свой костыль опирается выскочил верле ока на гороховое поле и давай горох мять прижимать топтать да с корнем выщипывать заплакала внучка аленка и бегом побежала в деревню к дедушке кинулась она к дедушке заплакала горько заплакала рассердился дед и говорит ну верле ока ты у меня за это поплачешь еще я тоже с тобой рассчитаюсь я с тобой расправлюсь и схватил дед свой железный костыль и пошел верле окой с верле окой расправляться идет идет мимо болота а на болоте селезень селезень то и говорит как так как так как я так угадал что тебя поджидал ну дед ему и говорит чего это меня поджидал селезень да знал что ты пойдешь верле окубить ну тогда говори где верле ока живет зачем же говорить я тебя провожу и пошли они вместе идут дед да селезень и вдруг смотрят веревочка говорит здравствуй дедушка куда это ты идешь иду верле окубить да и я с тобой пойду ну ползи коль не шутишь и веревочка тоже с ними следом поползла идут они дальше а там и крылатушка лежит что это дед куда идешь мы идем верле окубить ой я с вами пойдем коль не шутишь и кладушка с ними пошла идут они дальше а тут желудь говорит дед куда идешь верле окубить идем ой я с вами возьми меня ну катись следом какой следом желудь вперед всех покатился и пришли они к дому верле оке я вам сейчас его покажу вот к такой избе зашли внутрь изба открыта была и желудь в горшок который на печи стоял прыгнул селезень за печку спрятался колотушка на полку легла так веревочка в ногах на полу разлеглась а сам дед спрятался за дверью вот заходит в избу верле ока сам злой призлой всем грозит бедой заходит голодный и прямо к печи идет к самому горшку а в печи желудь то не выдержал и давай говорить пи 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 пришли верлек убить что рассердился верлека хватит горшок а желудь из горшка выскочил и прям верлеке в лоб верлека он заревел хотел из этого дома прочь бежать да веревочка ему ноги опутала тут верлека то на землю то и рухнул а как рухнул так колотушка из-за печки выскочила и давай верлеку колотить да приговаривать не смей верлека обижать людей зверей а тут и дед со своим железным костылем давай ему почивать это тебе за горох а это тебе за внучку аленку а селезень селезень на печи сидит и приговаривает так 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 ну еле на силу на силу вырвался верлека из этой избы из дома и убежал и больше в наших краях не бывал и больше никого не обижал вот такая история а знаете внучка то с тех пор выросла и в такую красавицу превратилась сейчас я вам покажу посмотрите какая у меня есть чудесная куколка и это не просто бумажная куколка это кукла в русском народном костюме которую нарисовала наша художница лада игоревна она много разных куколок нарисовала в разных костюмах да и костюм можно снимать и головной убор можно снять и платье русское народное да и останется наша куколка в народной рубахе но вы ребята это мой самый большой сюрприз это наш подарок вам от всех моих коллег вы можете после сказки найти ссылку и по этой ссылке скачать бумажную куколку вырезать ее и после каждой другой сказки вы будете скачивать костюм того народа чья это сказка и будут у вас красная девица будет у вас добрый молодец и вы будете их в разные костюмы надевать и разные сказки и играть нравится вам такая идея мне очень нравится я вам желаю чудесного прекрасного просмотра наших сказочных роликов о жерелье да сказочное о жерелье а можно назвать о жерелье сказок как вам больше нравится и вы пожалуйста не считайте что если я вам рассказала такую страшную такую грозную сказку про такого вот злодея верлеоку что все остальные сказки будут такие сказки будут разные посерьезнее попроще повеселее поинтереснее ну какие бывают сказки желаю вам хорошей доброй игры бумажных кукол и новых интересных сказок до новых встреч друзья здравствуйте мои дорогие друзья меня зовут Анна Михайловна и сегодня я хотела бы рассказать вам сказку которую народу Татарстана а называется она толкователь сновидений и если вы захотите то потом вы сможете распечатать такую красивую куклу и одеть ее в национальный татарский костюм а сказка наша еще раз называется толкователь сновидений в давние времена жил на свете один хан и был он правителем добрым и справедливым но вот однажды приснилось ему что он стал шоком проснулся хан в ужасе и громко закричал да утихнут ваши страхи разве может случиться плохое с великим ханом сказал его визирь а надо сказать что визирь этот был отъявленный вор и крал он у хана все что попадется ему под руку и в эту темную ночь визирь не спал и ждал он гонца и вот наконец прискакал гонец спрыгнул с усталого коня и пал ниц перед визирем привез ли ты что я велел спросил визирь привез у господин сказал гонец и вынул из сумы некий сосуд взял визирь сосуд и кинул гонцу монету вот тебе награда за труды но когда гонец подошел к бассейну чтобы омыть лицо и напиться визирь тайком вылил в воду несколько капель из сосуда и о ужас у гонца вдруг вытянулись уши лицо превратилось в ослиную морду а на руках и ногах у него оказались копыта гонец превратился в пышака со страшным ревом он побежал по дороге и вскоре скрылся из глаз а довольный визирь возвратился во дворец и пришло утро и проснулся хан и начался обычный день хан совершил утреннюю молитву прочитал и подписал государственные бумаги и даже не забыл палить свои любимые розы и покормить ручную птичку на душе у него было легко но когда он лег спать опять ему приснился страшный сон будто бы стал он на ночь заводить часы и вдруг увидел в зеркале не свое привычное отражение а ослиную морду представляете друзья проснулся хан и первым делом подбежал куда как вы думаете правильно в зеркало посмотреть а вдруг ли он уже превратился в вишака да но он увидел на самом деле что он по-прежнему человек успокоился он а в то время прибыл в город великий мудрец из Индии знаменитый толкователь сновидений и решил хан переодеться простым человеком отправился он в город спросить у мудреца что же означает его сон а на базарной площади друзья мои был шум и гам тут было на что поглазеть и продавец русского меда с дрессированным медведем и немецкий часовчик с чугунными хронометрами но больше всего народ толпился как вы думаете вокруг кого вокруг слона а у слона на спине был шатер и к его боку была приставлена лестница и как раз в этой по этой лестнице в шатре жил кто толкователь снов да мудрец из Индии и поднялся хан к шатру и увидел там много чудесного и повидел он через странцу свой сон и сказал мудрец ждет тебя большая беда быть себе ишаком а спасти тебя может только одно ты должен что-нибудь украсть украсть но я же честный человек я не умею красть не будешь вровать быть тебе ишаком грозно сказал мудрец решай сам и вышел хан из шатра и печально спустился на землю видит хан мальчишка на базаре ворует и даже слон хоботом в чужой корзинке шарит и решил хан украсть самую большую дыню и схватил ее обеими руками но тут дыня задергалась и издала вопль ай шайтан зачем мою голову схватил ведь это была не дыня а голова торговца убежал хан в другой конец базара и видит стоит корзина с крышкой запустил он руку в одну корзину схватил за что-то длинное и вытащил огромную змею испугался хан и отбросил ее в сторону а вдруг она его ребят ужалит согласны поэтому быстренько ее выбросил и пришел вечер и закончилась торговля так ничего и не украл хан опечалился он уготовлена мне стать участь кем и шаком помните друзья мои то тут к нему подошел какой-то кузнец и сказал добрый человек купи у бедняка курицу да не о курице у меня мысли ответил хан отошел он в сторону и уселся у забора а кузнец постучал ворота богатого дома что тебе нужно прохожий спросил хозяин добрый человек купи курицу жирная у тебя курица сказал богач и взял ее подожди меня здесь я сейчас тебе принесу деньги и захлопнул перед ним дверь ждал его куднец ждал но богач так и не вышел стал бедняк колотить ворота и кричать эй а где мои деньги денег не будет улетела твоя курица сказал ему богач из дома разве курица летает изумился кузнец еще как летает захохотал богач выбирайся прочь а не то я спущу на тебя собак эх обманули вздохнул кузнец и тут увидел сидящего хана а ты что здесь сидишь добрый человек спросил кузнец идет меня беда если не украду что-нибудь превращусь в ишака так сказал мудрец пожаловался хан решили они помочь друг другу и украсть у подлого богача как вы думаете ребят что правильно курицу да не чужую а свою помог хан кузнецу через забор перебраться заглянул кузнец в окно а у богача в гостях сидел в ту пору сам визирь и курицу как раз его ты доедал и вот визирь говорит богачу завтра у нашего хана будет большой пир будет много-много гостей и ты незаметно подольешь ему вот это самое зелье и превратится наш хан в ишака и тогда я сам стану ханом а ты богач будешь моим визирем услышал это кузнец ахнул и побежал к своему новому другу собаки за ним бросились да кузнец через забор словно птица перелетел грозит беда нашему хану хочет визирь его зелем напоить и превратить в ишака надо скорее предупредить нашего повелителя и сказал тогда хан да встретимся завтра во дворце и расскажем все хану и пошли они в разные стороны кузнец пошел в свою хижину а хан правильно во дворец пошел настала ночь а потом пришел новый день и был во дворце большой пир и явилось много-много гостей шумно весело было на перу а коварный визирь и богач ждут когда бы хану волшебное зелье подмешать пришел во дворец кузнец идет и разным пиковином девица ну при входе в пиршественный зал остановил его грозный страж с копьем и секиры куда идешь музлан неотесанный но увидел это хан и велел кузнеца впустить и видит кузнец что его вчерашний знакомый не простой человек а великий хан и пал кузнец на колени прости меня великий хан не знал что ты и есть повелитель а хан обнял его проходи будешь моим самым дорогим гостем посадил хан своего нового друга рядом с собой а визирь с богачом как раз свое страшное зелье и подмешали в пиалу но увидел хан что в его пиале отрава и попросил как вы думаете кого правильно индийского мудреца обмануть злодеев и закурил мудрец свой волшебный кальян и в дыму фрукты спиршественного стола поднялись в воздух и закрутились танцы как живые существа все гости зачарованно смотрели за этим а в это время умный слон пиалы местами и поменял взял пиалу хан и выпил взял визирь пиалу и выпил из нее и дал выпить богачу и стали они ждать когда хан превратится в кого, друзья мои правильно в вышака а вышло то совсем по-другому у визиря с богачом вдруг стали расти длинные уши лица вытянулись в ослиные морды и вот на глазах у всех превратились злодеи в вышаков и отдал их хан награду мудрецу и с тех пор возят они мудреца с его слоном по разным городам и странам так и закончились гнусные проделки воистину говорят не рой другому яму сам в нее попадешь и правил хан в своей стране долго и справедливо а простого кузнеца сделал своим визирем и подарил ему награду как вы думаете друзья что правильно новую курицу ну что мои хорошие переходите по ссылке вы сможете сделать себе такую же красивую куклу и придумывать свои интересные сказки и это и и